В эфире программа «Городские подробности». В студии Елена Гончарова. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В подробности свою позицию высказывает мэр Архангельска Виктор Павленко. Виктор Николаевич, мы сегодня на пороге серьезных изменений в системе местного самоуправления. Суть их можно описать так. Либо мы выбираем мэра, как и раньше сами, либо это делают за нас. Действительно это так? То, что закон нужен и он принят, это совершенно замечательно. И особенно это нужно поселениям, потому что в 2009 году было столько поселений создано, что вот сейчас эффективность их работы очень низкая. Поэтому надо принимать срочные меры. К счастью, это города Архангельска не касается. Мы единый городской округ, но поселение и взаимоотношения поселений и районов, оно напряженное. Поэтому у поселений столько полномочий, что они справиться с ними не могут. Поэтому в этой части закон замечательно дает возможность распределения, перераспределения полномочий. Что касается выборов, и основная тема, по которой сейчас идет много споров, различных мнений о том, чтобы отойти от прямых выборов мэра, сейчас такая система действует в городе Архангельске, и перейти на так называемую двухступенчатую систему. Это, кстати, позволял и 131-й федеральный закон, и в некоторых субъектах Российской Федерации такая система была. То есть глава города, он избирается и является же председателем Гордумы, и совместная комиссия, состоящая из представителей Гордумы и губернатора, значит, она предлагает на конкурсной основе, хотя критериев до сих пор четких нет, предлагает так называемого сети менеджера, но в данном проекте закона он называется глава администрации. Появляется такая двухступенчатая власть. Я считаю, и мы, и не только я считаю, это очень важно, что это не моя личная, так сказать, какая-то прихоть, или мои личные амбиции, это мнение большинства людей, и социология это подтверждает, а также мнение всех депутатов. Вот я их собирал три раза, для того, чтобы вот четко понять, они в последний раз уже собравшись депутаты позавчера, говорят, вы что нас снова собираете? Мы выразили свое мнение, это общее мнение, и я такое единодушие среди депутатов не помню. Все фракции, все, и коммунисты, и Единая Россия, и Справедливая Россия, и ЛДПР, и Родина, они проголосовали за то, чтобы оставить систему прямых выборов. Но это и правильно, это более передовая система. Это система, которая отвечает Конституции Российской Федерации. Но никто, никому не дано право нарушать Конституцию Российской Федерации. Да, я, наверное, не сказал главное о том, что закон дал право. Это, наверное, редкий случай, когда федеральный закон обычно приводится в соответствие, федеральный закон, или прямого действия федеральный закон, или он приводится в соответствие чисто механическим, областным законам. То здесь федеральный закон, президент Российской Федерации, как человек очень мудрый, отдал на откуп региональным властям. Губернатор разрабатывает проект закона и вносит, что он сделал. И депутаты областного собрания рассматривают и утверждают. Но президент Российской Федерации четко сказал, с учетом исторических, географических особенностей города и обязательно с учетом мнения людей. Но, к сожалению, прохождение этого закона изначально зашло в такой проект, никто не обсуждал. Был внесен областное собрание. И поскольку все-таки по всей Архангельской области идет обсуждение ее, конечно, получил такой резонанс. Особенно, конечно, резонанс в городе Архангельске. Я еще раз говорю, депутаты гордумы, мэрия, за то, чтобы в городе Архангельске, в столичном городе, в городе, в котором 354 тысячи жителей, оставить прямые выборы мэра. И мы соответствующие поправки в этот закон вносим. Ну, на мой взгляд, вопрос напрашивается, ну а зачем это делается? Что в городе Архангельске, какая-то кризисная ситуация. Город Архангельск на сегодняшний день, город-донор. Сегодня город Архангельск в виде разных бюджетов дает 20 миллиардов рублей. Я не говорю об инвестициях, которые есть в городе Архангельске, которые вносят наши предприниматели. Этих инвестиций за последнее время, наверное, предполагается миллиардов шесть. Вы представляете, какой город Архангельск, наверное, лакомый кусок для кого-то, чтобы поставить, вот, всенародного избранного мэра, значит, убрать, поставить вот такую карманную систему сети выдержа и править городом Архангельском. Я в этом вижу все-таки посягательство на права горожан, которые самостоятельно могут выбрать мэра, спрашивать с него напрямую. Это конституционная норма, это наиболее демократичная норма выборов. Вы посмотрите, многие приводят пример, там, Саранска и так далее, и так далее, других городов, что вот сети-менеджеры – это панацея от всего. Ну, посмотрите, в какие годы эти сети-менеджеры были назначены. Это 90-е годы, совершенно была другая система. Вот, ну, если кто-то не понимает законам общественного развития, общественных институтов, гражданских институтов, ну, может, технарям сложновато с этим разобраться, но мы-то люди, которые занимаются этим вопросом уже долгие годы, значит, понимаем, что это будет откат назад. Да, наверное, там, в силу нажима губернатора, депутата областного собрания, ну, мы будем убеждать вместе, это состоится, но это будет откат назад. Вы поверьте мне, что, конечно, мы, наверное, будем работать по этой системе, которую утвердят, но вернемся через некоторое время, потому что эта система более прогрессивная. И это подтверждает тот факт, что сам президент Российской Федерации, назначая губернаторов, сколько он за последнее время их снял по недоверию, вот, он счел нужным, что только выборы могут решать. Эти выборы пройдут губернаторам и уже идут, это правильно, это еще раз подтверждает. Но у нас, как всегда же, застав дурака Богу молиться, да, и лоб расшибет, и Богу не помолится. Вот вместо того, чтобы посоветоваться, учитывать мнение народа, мы ломаем. Через колено, ну, хотят другие районы идти по пути сети Мэш. Ради Бога, это их право, это их возможность учитывать. Но город Архангельский большинство жителей этого не хочет, значит, у города Архангельский, и закон это предполагает, закон супер, он, кроме того, что он дал удивительную возможность, и, наверное, это так президент Российской Федерации проверяет, да, навшивость, есть такое слово, да, армейское, навшивость наших руководителей региональных, а как они поступят? Они поступят в интересах людей или будут ломать всех подряд, да? Пока ломают. Я думаю, что оценка соответствующая президентам будет, да, и закон впервые в разрезе каждого муниципального образования в отдельности разрешил установить. В каждом можно установить, здесь сети менеджеры, здесь воевода, извините, здесь градоначальники, да, уникальный закон, да, только им надо распорядиться-то в интересах людей, а не в собственных интересах. Я, честно говоря, губернатор, это, конечно, понимаю. Вот сегодня цифры, там, три цифры приведу, они общеизвестные, не секретные. Кстати, говорят, уже третий губернатор, да, и, значит, у нас все, казна, долг казны все больше, 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 больше. Нынешняя ситуация следующая. Госдолг 28 миллиардов рублей, госдолг. Дефицит бюджета 11 миллиардов рублей. В бюджете следующего года, значит, в проекте бюджета закладывается 3,5 миллиарда рублей на оплату процентов по кредитам. Вот математика. Где брать денежки? Конечно, в городе Архангельске, который дает в бюджет 20 миллиардов рублей. Обратным ходом получает 4,5 миллиарда рублей. Если вот этот принцип подушное население, вы посчитайте, значит, сколько приходится на одного жителя города Архангельска. И мы потом еще критикуем, справедливо критикуем, в городе столько проблем. Значит, если хорошо, это вроде как вместе. А если плохо, то виновата мэрия или мэр города там. Ну, мы же не скрываем вот такие моменты, которые у всех на слуху, там, недостроенные 4 дома на улице Доковской. Ну, пришел недобросовестный строитель, заказчик. Это сплошь и рядом по всей России. К сожалению, есть издержки там 94-го, теперь 44-го закона империанова. Она не построила костерезную фабрику, которая заказчиком являлась правительство области. И у нас эти 4 дома не построены. Да вы поймите, мы эту работу отведем. Я как мэром там, в 7-й год попересенели людей с ветхого аварийного жилья. Кто этой работой раньше занимался? Никто. Есть такая федеральная программа? Спасибо огромнейшее. Но наталкиваемся в другой момент. Другая проблема. Я еще раз говорю, я это называю не потому, что там обелить себя или сказать, что там, или расписаться в беспомощности. Ну, это на сегодняшний день факт жизни. Например, строительство домов в Цигламини. Три раза проводили конкурс. Цена вопроса вроде контракта огромнейшая. 490 миллионов рублей. Подготовлена площадка, подвинились сети. Заходи, строитель, строй. Никто не хочет строить. Почему? Мощности не хватает. За логовые какие-то. Зашли вот сейчас москвичи. Ну, раскачивались долго. Сейчас идет забивка свай. Мы говорим, что по-любому, по-любому, что касается там вот Конзихинской, мы дома сдадим. Три дома, все нормально. Но по-любому, в этой ситуации, в которой мы оказались, мы эти дома к 31 декабря не сдадим. Ну, а что мы видим в прессе? Региональной прессе. Мы видим, вот город Архангельск, граждане, значит он не сдаст. Так не сдадим, потому что контракт у нас с этой фирмой на строительство семи домов до мая следующего года. И мы просим. Ну, очевидный факт, что же мы будем обманывать себя, людей. Вот, значит, говорим, перенесите нам этот этап. Мы же, еще раз говорю, вот они, все. Но все, нет. То есть, я не знаю, чего добивается. Я считаю, я прошел достаточно такой длительный путь в государственных, федеральных и региональных органах. И первым замом губернатора отработал пять лет. И исполнял обязанности губернатора, наверное, в общей сложности за пять лет, года полтора, наверное. Поэтому всю работу изнутри знаю ее. Поэтому сегодня губератор должен консолидировать, должен консолидировать, а где-то и заставлять. И для этого не надо менять всю систему. Если даже есть какие-то претензии к мэру города Архангельска, к городу Архангельска, нельзя менять всю систему, ломать ее всю систему для того, чтобы, так сказать, вот с неугодным человеком бороться. Ну, в данном случае, наверное, я. Надо все-таки исходить, еще раз говорю, из интересов людей. Вот мы с депутатами Гордумы из этого исходим. Вот, может быть, немножко длинновато, но просто это уже наболело внутри. Оно уже, так сказать, вот, вроде очевидные вещи. Очевидные вещи почему-то не понимают. Людей-то спросили у граждан? Нет. Так вот самое главное, нет. Вот мы, например, в своей деятельности обращаемся к людям и различные мнения высказали. Ну, различные категории граждан, спортсмены, учителя и врачи. То есть, учителя это носители общественного мнения, они общаются с родителями. Большинство, согласно социологии, мы ее представим, она официально, все. Значит, большинство горожан за прямые выборы мэра. Почему? Потому что они с него могут спросить. Я еще раз говорю, не персональное дело. Я, ко мне, как руководитель, наверное, тоже много претензий, потому что и в городе очень много претензий. Но сама система, сама система выборов, она дает возможность у граждан спросить. Вот он, вот ее избрали. А то есть, какая ответственность? Получается, ответственности нет ни у руководителя города, который среди депутатов избран. Комиссия разбежалась, собралась, разбежалась, тоже ответственности нет никакой. Вот, посмотрите, у нас в городе, в Архангельской области уникальный случай. Вот я говорил о том, что 90-е годы сети мэров, они возвращаются к прямым выборам мэров везде. Везде возвращаются к прямым выборам. Там в Краснодарском крае просто выходные прошли выборы по этой системе. Такой край, понимаете? Так и процветающий же край. Ну, не ставят они во главу угла вот эту систему управления. Наоборот, за то, чтобы люди выбирали напрямую, потому что ответственность есть. И это высшая степень демократии и уважения, и доверия людям на самом деле. Продолжая сравнивать мэра и сети менеджера по функционалу, по ответственности, кто из них, на ваш взгляд, предпочтитель? Вот продолжите именно вот это сравнение. Конечно же, всенародно выбранный, прямым выбором мэр. И он отчитывается, и обязан отчитываться, не только раз в год перед депутатами, да, что я делаю каждый год, но перед своими избирателями. Мы проводим встречи, там, какие-то массовые и локальные встречи, постоянные отчеты перед ветеранами и так далее, и так далее. По степени ответственности, конечно, выбранный мэр напрямую, он более ответственный перед населением. Он отвечает перед населением. Иногда говорят, да, вот как аргумент приводит о том, что вот там не можем снять по этой системе, да это неправда. Если действительно руководитель мэра заслужил это, сколько у нас по стране, там, отстраненных по разным причинам мэров, масса, масса, ну, делать, говорят, ну, когда выбирают мэра, что думают о том, как его отрешить от власти? Нет, думают о том, как с ним вместе работать и как вместе сделать для людей. Вот должна быть формула, надо думать о консолидированной работе. А если захотят мэра снять, завтра меня снимут, найдут сотни причин. Абсолютно. Не об этом надо думать. Поэтому, что касается, еще раз говорю, ответственности, более ответственности, конечно, у всенародно выбранного мэра и люди непосредственно. Вот представьте ситуацию, и она такая будет, наверное, примут депутаты, там, они, значит, настроены на это, да. Хотя, должен сказать о том, что фракция «Единая Россия» единогласно в Гордуме проголосовала за прямые выборы мэра города Архангельска оставить как есть. Ну, посмотрим, как будет фракция «Единая Россия» в областном собрании действовать. Ну, хорошо, к примеру, примут, кто-то, вот людям, кому идти, глава города, что он там делает, ленточки режет, да, якобы за политику отвечает. Вот сети-менеджер, или он называется глава администрации, он за что отвечает? Людям непонятно, куда, чего, как. Сами депутаты, ну, это и в Саранске все там хвастаются Саранск. Наш город Архангельск, он самый большой город вообще в Северо-Западе и столичных городов, да, ну, я не имею в виду Санкт-Петербург, естественно. Протяженность города там 40 километров, ну, чего сравнивать там, да, это раз. Потом сами же говорят, вы знаете, так хорошо, в Саранске там супер-пупер, значит, так там правительство выделяет специальные деньги на развитие этого центра. Краснодар, я встречаюсь тоже, бываю в отпуске, встречаюсь с мэром Краснодара. Миллионный город, правительство, уважаемый губернатор Ткачу, Александр Николаевич, выделяет 8 миллиардов рублей на благоустройство города Краснодара. Так понятно, что там и цветы, и улицы, и асфальт. А у нас единственная программа была поддержки города как областного центра. И то на ноль помножили. Я тоже понимаю губернатора, вот я вам называл цифры, а где ему взять, у него сегодня такой, надо работать с Минфином, там, я не знаю, с инвесторами надо работать, а не отбирать последнее у города Архангельска. Все, отберут трубец городу Архангельску. Все, вот то, что мы так удалось нам худо-бедно сделать, этого ничего не будет, абсолютно. Вот я вам больше чем уверен. И по той же программе, уже вспомнил, да, вы посмотрите, значит, мы пишем, ну давайте вернем программу, не ахти там эти 600 миллионов рублей, ну дороги в городе надо ремонтировать, там водоканал отдельная тема, куча проблем ЖКХ. Верните, причем мы ведь не против, мы свои предложения дали, этих предложений, вот они здесь у меня есть, на 3 миллиарда рублей, подкрепленными проектно-сметными документациями. Это все есть. Выберите из этого перечня то, что считаете нужным. Нет, идет вот такая перебранка, то есть, это почему? Потому что идет шельмование. Сейчас вот затеялись с этой программы областного центра, думаете, зачем? Да, чтобы подсластить, и чтобы там депутаты приняли, это такая разменная монета, но это тоже непорядочно, отдайте то, что положено. Говорят другое, нашли отмазку, извините за выражение, да, значит, нашли отмазку. Вы знаете, целевых программ теперь нет, есть только государственные. Так хоть как угодно назовите эту программу, лишь бы она соответствовала бюджетному кодексу и была юридически оформлена, но есть у них вот право. А я так посмотрел, думаю, ну что они все время загоняют нас в государственные какие-то программы, да? Я посмотрел вот в сфере ЖКХ три программы, они есть эти программы, безусловно, но софинансирование по этим программам доходит до 50%. А целевая программа поддержки города Архангельск, как административного центра, предполагала от 7 до 10% софинансирования. Где мы возьмем эти деньги? Нам потом и скажут, вот мы в программу включаем 600 миллионов, ну мне тогда надо 300 миллионов 50 на 50 найти этих денег. Вот такая помощь, и так во всем, вы понимаете? Вот это, пожалуйста, вот тебе три копейки и веселись, как хочешь. Ну зачем такая позиция? Мы же, не раз губернатор говорил, а мы в одной лодке. Да мы вот, может, в одной лодке только как-то гребем, или один гребет, а другой курит сидит, понимаешь? Ну зачем так-то? Игорь Николаевич, может быть сторонники этого закона, сити-менеджера считают, что эта позиция более профессиональная, чем выбранный народом человек? Вы знаете, вопрос такой спорный. Конечно, при подборе кандидатов при всенародных выборах, да, конечно, бывают моменты и такие, и такие. Люди, бывает, и случайно попадают. Но как показывает практика уже сейчас, что люди уже пустым словам не верят. Они верят конкретным делам. Вот я бы никогда не был избран на второй срок, хотя я могу убедить людей, учился этому, могу убедить людей, да, такой замполит по натуре. Но только дела, которые мы сделали в первый срок за 4 года и позволили, вот явка была 64%, 51% люди отдали за нас, за нашу команду. Потому что мы прорыв сделали, мы очень много сделали. Вы посмотри, безусловно, в городе сделать надо море всего, потому что, ну, долгое время просто никто ничего не делал. Поэтому, что касается профессионалов, да, конечно, наверное, найдется и на сети-менеджера проведет конкурс. Хотя, кстати говоря, неограниченное. Может приехать к любой человеку и заявиться в этот конкурс, хоть с Калининграда, например, вот, хоть с Сахалина, хоть с Краснодара. Вот, поэтому это не факт, что это за человек, как его проверить, по каким критериям. Поэтому здесь по-любому, что при сети-менеджере, конечно, что при выдвижении всенародно, кандидатом в мэры, надо работать с кадрами. Надо выдвигать тех людей, которые этого достойны и обязательно работать. У нас пример ведь есть. Вот мы, я, честно говоря, два этих срока шел очень тяжело. И бандиты, и полубандиты тут были. Отдельная история, наверное, все тут знают ее, да, особенно первые выборы там, да. Сначала там гнобили меня, а потом говорят, Виктор Николаевич, да, слушай, надо же как-то, чтобы ты обязательно победил, потому что тут у нас там все, ЧП российского масштаба. Бандиты-то идут во власть, да. Ну, вторые выборы были спокойные, но там были тоже серьезные кандидаты, серьезных, так сказать, представителей бизнеса, да. Я их не буду называть, но это же факт, факт. Но борьба прошла действительно спокойно, нормально, размеренно. Если в Архангельске будет назначаться сети-менеджером, что архангелогородцам, простым людям ожидать от этого? Трудно спрогнозировать, хорошего ожидать нечего. Значит, закон вступает в силу, я сразу хочу оговориться, это тоже подтверждает, что это не личные мои амбиции. Значит, срок моей работы заканчивается второго срока в марте 2016 года. И по закону, после окончания моих полномочий, буквально на следующий день вступает новая система, глава города и сети-менеджер. Поэтому время еще есть, время есть и между 24 будет принят в первом чтении закон. Мы поправки готовим к этому закону, знаю, что неоднозначные отношения и в «Единой России». Наша фракция выразила свое мнение. Посмотрим, в случае принятия в первом чтении, до второго чтения есть месяц-полтора. Мы тоже будем работать, доказывать, вносить поправки. Ну, на самом деле, у нас еще и после принятия окончательного решения, там, до 27 ноября должно быть окончательное решение, вплоть до того, что депутаты предлагали, не я предлагал, а депутаты городу мы предлагали, вплоть до провести, это законная возможность есть, согласно нашего устава, нашего города, провести референдум. И узнать, действительно, чего люди хотят. Вот, я бы изначально это сделал. Референдум, не референдум, какие-то опросы, но все-таки посоветовался. А все было кулуарно, и это всегда вызывает у людей вот эту тревогу. А что будет? А как будет? Людям надо донести, рассказать это. Можно было это сделать изначально. А изначально даже ни представители городдумы, ни представители мэрии не внесли в комиссию по разработке. Ну, казалось бы, вот вы представитель комиссии, я бы поступил наоборот. Ты хочешь, Виктор Николаевич? Пожалуйста. Ну, большинство там-то, значит, люди-то, губернатора, сказали, слушай, Виктор Николаевич, а ты же был в этой комиссии? Был. А что ты теперь там возникаешь, да? Все, ты же в комиссии работал. Так на это ума не хватило. Пошли вот тупым способом. Давай вот протащить вот так вот, и все. Ну, люди-то не тупые. Понимаете? Руководители бывают тупые. А люди-то не тупые, особенно архангельско-городцы. Люди очень политизированы, люди очень грамотные. И надо им право дать, а не лишать их права. Хотелось бы обратиться к депутатам областного собрания, от которых сейчас зависит судьба. Судьба всей Архангельской области. Знаете, как говорил Верещагин, он говорил, за державу обидно, а мне за область обидно. Мы опять, президент Российской Федерации дал нам возможность, а мы, как всегда, все это дело сделали, хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому мне бы хотелось, чтобы и граждане наши, и архангельско-городцы обратились к депутатам областного собрания, чтобы они проявили мудрость и приняли правильное решение. Ничего их не обязывает. Примите в рамках других поселений, районов, город Архангельск вернуться к этому, например, после референдума. Или оставить как есть, или вернуться по... Ну, вариантов очень много. Это не нарушит 136-й федеральный закон, он будет выполнен, указ президента, но он будет выполнен, как требует президент Российской Федерации, а не как делают здесь у нас. Поэтому все зависит от депутата областного собрания. Надо сказать, уважаемые депутаты областного собрания, что вы принимаете не просто политический документ, и сейчас угодите губернатору в угоду, хорошо сделает, наверное, губернатору исторический документ, который разрушает всю систему управления в области. Не надо этого делать. Я не привел примеров в конце, не хочу сказать. Мы ведь сами прошли этот путь. Еще при губернаторе Михальчуке была попытка введения сети менеджера. Ну, тогда закон в рамках 131-го федерального закона. Поэтому пути при давлении администрации области тогда еще пошли. Котловский район, город Мирный и Новая Земля. Вы посмотрите сейчас анализ. Везде проблемы. Проблемы, а эти сети менеджеры, так называемые в Мирном и Новой Земле, под следствием находятся. Значит, сама судьба, само проведение. Или Архангел Михаил нам говорит, вот, ребята, вы пошли путем простым. У вас только три таких случая, а не 30. Поэтому не надо идти по этому пути. Но мы все равно придемся туда, не учась на ошибках своих и на ошибках чужих регионов. Поэтому мудрости нашим депутатам областного собрания. Спасибо. Это были городские подробности и программа о самых важных событиях поморской столицы. Напомню, нас можно увидеть и в интернете на сайте правдосевера.ру. Откройте город вместе с телеканалом ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова